А потом победившие на нём училище участвовали в смотре итогово в Свердловск были направлены. И вот наше музыкальное училище, конечно, получило путёвку в Свердловск. И там, почему она получила путёвку? Потому что первое место на этих команды музыкального училища заняла Лариса Румянцева, или Лукьянова теперь, и Галя Шлыгина, Якова Бравича. Вот мы вдвоём. Это были две очень блестящие победы тогда. Да, это были победы. В дальнейшем Лариса поехала на конкурс Кабалевского. Тут объявилось, другие училища объявляли конкурс имени Кабалевского. Он был там председателем. Это был конкурс всероссийского масштаба. Там могли участвовать все. До восемнадцати лет. С Ясельного возраста до восемнадцати лет. До училища окончания. И сидели города, приволжские города. Саратов, там, ну, все города по приволжски. На первых, сначала Монозон пронюхал там об этом, да. Монозон узнал. Я узнала из прессы вообще, что вот там вот два ученица его, Куйбышевская и его, вот, победили, являлись победителями. И начал готовить туда. Да. Да, начал готовить туда. Ну и вот туда же... И туда поехала? А? Ляля Бокарева. Да. Тогда просто... Тогда поехали Лариса Румянцева и Лена Бокарева. Да. Лена Бокарева. Это трудный был конкурс. Во-первых, они присылали своего представителя сюда. Здесь надо было отыграть. И потом, только по рекомендации, туда, на первом туре одно, на втором туре другое, третий тур игра с оркестром. И концерт с оркестром объявлялся за полтора месяца до начала конкурса. Какой концерт играть? Иногда писали. Первый конкурс, Ковалевский писал для этого конкурса. Его знаменитые концерты. Это он писал для конкурса. Это все. Вот. Но вас интересует конкурсная, да, так сказать, программа? Нет, все, что вы за счете нужным, рассказать, все интересно очень. Ну вот, начала я туда-туда тоже готовиться. Там были очень маститые жюри. Так. Из всех Саратова, по-моему, сидели, из Горького. Консерваторские. Ковалевский возглавлял, да? Да, он был предпредседателем этого жюри, да. Ну вот мы приехали туда. Поехали туда. Первая группа была Лена, Леночка и Лара. Лара. И вот Лена, значит, прошла в финал. И получила вторую премию. Да, я помню, это было совершенно потрясающе. Да, получила премию. События? Да. И диплом, значит, этого, вариата. Вторую премию она получила. Лара не прошла на третий тур. На втором она играла, а на третьем тур не прошла. Вот. Ну, тут еще много играла, ваше значение имело, что, ну, как-то, старались, чтобы расширить географию, понимаете, конкурса, чтобы, кстати, с каждого города как-то что-то было. Чтобы, да, вот все, чтобы это было. И такой элемент там было. А вот, Лена Дмитриевна, можно вас спросить, вот о чем? Значит, вот какие для вас важны были педагогические установки в работе? Вот, предположим, в начале вы столкнулись с низким уровнем, да, и вы его... Да, но мы сразу же начали работать, сразу начали работать, сразу начали устраивать... Главные установки были такие, надо было пропагандировать, и надо было выступать. Так. Надо было выступать. Было вот впервые начали делаться здесь классные концерты. А затем, когда вот я уже была, сформировался наш коллектив, и был хороший уровень, тогда я была заведующим отделением, 34 года я вела отделение. Да. После отъезда Монозона, сначала Монозон был там, да, вот, а потом я была после этого, 34 года я его вела. То классные концерты были обязательно каждый год, всех, да, обязательно каждый год был концерт отделения филармонии. Да. Каждый год. Каждый год отделение играло филармонии в концерты отчетные, да? Ну как, нет, отчетное училище-то одно, это фортепианное отделение. Фортепианное тоже филармонии, да? Филармонии, да. Здорово. Ну а как же? В филармонии я работал тоже пианист наш, да, который весьма очень хороший, он был музыкант, он же хороший музыкант был, да, который все понимал, я к нему тоже обращалась во многих случаях, когда у меня были сложные такие произведения. Ну вот, мои основные принципы были такие, что педагогические, чтобы в отделении играла, выступала, играли, выступали, потом вот участие в конкурсах, потом после этого на конкурс Коболевского поехали Зоя Каляскина. Да, я такую помню, с Аллой мы учились вместе. Да, да, Зоя Каляскина, Зоя Каляскина и Алла Куликова, она тогда занималась, то есть Троицкая теперь, да, теперь, значит, да, она тогда занималась в музыкальной школе, ей было 12 лет, она, значит, тем не менее осилила эту всю программу туда, и вот, значит, уехала, поехали туда, вот. Вот, она занималась в Бориславе Яко-на-Штуково. В школе, да? В школе музыкальной, да. Ну вот, ну вот, тогда Зоя Каляскина получила вторую премию тоже, Алла не прошла на третий тур, но получила специальную премию за лучшие исполнения полифоний. Здорово. Да. Это был Московский, нет, или где это было? Это все было в Куйбышеве. Все в Поболжье, да? Да, Самара, это все конкурс Самара, да, конкурс Самара. Потом был конкурс файмерных ансамблей в Новомосковске. А-а-а, да, потом уже ансамбли пошли. Да, файмерный ансамбль, например, Каляскина и Богданова Оля. Да, это же конкурс. Там они тоже первые премии получили. Я поправлюсь со своим, в квартетах получила вторую премию, да. А я первую получила. Ну вот, потом были конкурсы, вот, значит, в самой Туле, тоже там все это было. Ну, в общем, понимаете, в те годы наша власть-принцесса оказывали училищу большую поддержку. Да, это очень важно. Оказывали большую поддержку. И много говорили об этом, да. Ну, и я в общем-то, ну, в отделении же, как мне надо, работала на конкурсе. Потому что на конкурсе, где-то надо было представляться. Давайте только что представляться. Мы пошлем, мы оплатим, все было на высшем уровне, да. Ну, давайте, надо побеждать, надо было побеждать все. Вот я на конкурсе работала. Такая верхняя планка, да? Да, это верхняя планка была. Это верхняя планка. Это, ну, не равня этим вот, как говорится, нашим конкурсам. Потом тогда устраивались наши здесь конкурсы. Я вот на отделении у нас тоже устраивались конкурсы, я устраивала. Конкурс на логичное исполнение советских произведений, конкурсное исполнение для младших курсов и чудов таких-то уже. Ну, вот такая вот большая-большая исполнительская задача была. Людмила Дмитриевна, а можно еще вас спросить об Эмиле Григорьевиче? Поделитесь своими какими-то воспоминаниями вот о нем. Вообще, мои воспоминания... Овеяна уже легендами фигура. Что? Гиллеса. Ну, к сожалению, не очень легендами овеяна. Да? Да. Не знаю как-то. Прошло уже сколько лет с его смерти. Ну, как я говорю, что я уже когда-то познакомилась с ним, будучи во втором классе, никак тогда, конечно, я не представляла, что у меня судьба так доведет, что я буду в числе его учеников. А перешла я к нему в конце второго курса. В консерватории, да? В консерватории, да. Сначала я занималась у Василия Васильевича Нечаева. Это был очень хороший музыкант, очень хороший кафедрой Гольденвейзера. Гольденвейзерская кафедра была. Ну вот. И, значит, очень много... Я у него прозанималась. Там, когда же занималась, я у него успешно довольна. Там тоже устраивались в консерватории конкурс на лучшие исполнения Баха, конкурс на лучшие исполнения Саната Бетховена. Я везде участвовала. И я получила тогда вторую премию. Вторую премию за Баха, исполнение там надо было играть, прелюди и фугу, потом сииту, потом инвенцию и какой-то из концертов. Понятно. Да. А Миле Григорьевичу большой был класс? У кого? У Геллильса. Ах, вы тут все на Геллихе хотите перейти? Нет, нет, нет. Ну, нет, я не хочу. Ну, вот так. А вы знаете, тогда было в 48-м году постановление партии Мурадеми. Да, в каком году это было точно? В 48-м. В 48-м. Вот в консерваторию вот так все перебылось. Тогда все были отчернены. Он, собственно, как пианист не был. Это было поколение, так сказать, старых. Он как пианиста мне не удовлетворял. Ну, вот я тогда и перешла к Миле Григорьевичу. Этот процесс был очень болезненный для моего бывшего педагога. Но тогда в управлении культуры работала некая Шароева, жена того Шароева, которая была... Поняла, поняла. И мать Антона. Мать Антона. Антона Шароева, да, да. Мать Антона. И, значит, они... Она была там на большом посту в этом министерстве культуры. И она мне помогла. Мы к ней обращались, конечно, наши бакинские. Да. Она мне помогла. Она была в хороших отношениях с Заком. Такой был пианист Яков Зак, да. А он тогда был деканом. Хоть в ряд, хоть я... Яшенька надо вот устроить, она мне говорит. Ну, и так я попала к Миле Григорьевичу. А пока шло это устройство, я должна была заниматься. Я тогда занималась, ходила в класс Григория Гинсбурга. Такой был педагог. Да. И с ним я сделала ни блога, ни мало, пока шло это, эфмольный концерт Шопена у меня. То есть я тоже с ним. Время дару не пропадало. Когда я пришла к Миле Григорьевичу, я уже ему показала это. Ну, кстати, он его предупредил. Ты знаешь, что... Я, говорит, вот немножко с ней позанимался, да, но ты не думаешь, что я вмешиваю, что это делать. Но я занималась с ней, да, все. Ну, вот так вот. Потом я появилась у него в классе. У него был небольшой класс. Он большого класса никогда не имел. Потому что у него были периоды, когда он и работал. Потом он... Он же был единственный пианист выездной. Да. Единственный выездной. Ну, и он часто... И к тому же он был любимый пианист Сталина. Да, вот у него такая, как бы, есть... Такая... Мне даже не дать... Да, вот такая... Ходит, легенда. Ходит, да. Это не легенда, это Белль. Он мне показывал личные, так сказать, приглашения его. Он его вызывал на концерты. И он его очень любил. Да. Он его отметил с конкурса. Когда... Интересно. Правительство наше следило за этим, кто играл... И слушало, кто являлся победителем. Да. Да. Хоть когда-нибудь наше правительство здесь наше, наше. Посидело бы на, так сказать, на наших конкурсах. Нет, только к спортсменам оно проявляет интерес. Это с появлением Аллы Зелениной. Ну, видимо, да. С появлением, так сказать, да, Зеленина самого здесь. А то это у каких спортсмены? А кто интересовался-то вообще? Никто, по-моему. По-моему, никто интересовался. Из всех, кто у нас был и интересовался профессиональным состоянием пианистической школы нашей, из Управления культуры, это был, значит, конечно, Лазарев Алексей Иванович. И, как ни странно, как его, бископ был. А, да, Сергей Васильевич. Вот. Бископ. Он, между прочим, записывал на пленку этих претендентов, которые на премию. Да. Записывал на премию. И сам слушал их потом. Диск беру, брал и слушал. А-а-а. Да. Одно дело, Женя, так сказать, выставлял. Вот мы столько-то баллов поставили. Иванов, Петрович, и так далее. А он всех слушал. Сам. Сам, будучи другой специальностью, он был лавишник. Да. Но он, между прочим, он был лавишник, но он хороший. Его жена была очень большой специалистом. Да. Нет, и он, видимо, не пил. И он тоже, да. Да. Он же занимался в Беженске, не просто сидел, играл лопали, березы стоя. Он организовал там коллектив. Лицей открыл, да. Это же важно. Пробил большие деньги. Да. Безусловно. Это огромная работа и его большой вклад. Большой вклад. Там, как он, так сказать, он кончил, это... Это уже другой вопрос. Это другой вопрос. Но в то время, да, он интересовался этим. Людмила Митальевна, а вот... У нас время немножко поджимает уже. Да, уже, да. Вот, что бы вы хотели пожелать будущим поколениям наших пианистов? Вот им, тем, которые сейчас учатся, которые будут выходить из наших училищ? Ну, это трудно, трудно. Что значит пожелать? Во-первых, у нас сейчас контингент, который учится, это очень слабый контингент. Надо только пожелать педагогам, которые работают. Очень сильные и хорошие, так сказать, люди, хорошие музыканты, с хорошими, да. Что Тамара Медведева, что Галя Солодова, да, да, Галя, потом работает Таня Меринова, так как мы уже говорили. Это Галя и Таня, это мои ученики, потом Лена Юшкевича была, Пуздарева раньше, да, Леночка. Потом хорошо работает Грачева Наташа, она с большими возможностями, она. И она очень хорошо слышит, и слышит, разбирается она хорошо, да. Несмотря на то, что она специальный класс не имеет, да, но она умный, слышащий и умеющий, играющий педагог. Да. Вот. В основном сейчас педагоги у нас играющие, играющие. Правда, они уже переходят в рубеж, когда им не хочется играть. То же самое Галя Солодова, ей не хочется играть, понимаете, да, вот так вот все это. Тамара тоже всегда много давала, тоже ей уже не хочется играть. Сейчас уже и возраст, в общем, какие-то вещи. А что за возраст? Сколько им лет-то? Им мало лет еще. В общем. Вот мне как-то, я все время наускиваю их. Вот это надо, надо, вот то, 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 то. Галя там, мне кажется, что мне вот 80 лет, а вам только 55. Потому что у вас такая энергия и импульс, да, да, вот такой большой. А мне уже ничего не хочется. Ну, а что пожелали? Так вот традиционные вопросы. Не подводите прошлое. Пожелали большой, хорошей, интересной работы в дальнейшем. Был бы материал. Был бы материал. Был бы материал. И было бы внимание со стороны остальных... Власть придержащих. Да. Не только власть придержащих, а со стороны всего коллектива, вот музыкального училища. Надо поддерживать хорошие эти начинания. Надо поддерживать таких вот, которые делают. Надо о них, вам как... Писать о них. Надо все время прорываться в прессу. Угу. Угу. Никто не прорывается в прессу. То, что вот вы писали, так сказать, ну, это был как-то мой посыл тоже. Нет, это все очень эпизодично, конечно. А? А надо следить за этим. Угу. И не только за... Да. Да. Да.